Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Во всех субъектах России активно идет массовая вакцинация от коронавируса. В первом квартале Карачаева, Черкесия получит свыше 15 тысяч доз вакцины. Как пройти реабилитацию после ковида и попасть в реабилитационный центр города Черкеска? Об этом расскажет врач Любава Щеголева. Талант года. Завершился творческий конкурс, и победитель подробно расскажет о своих увлечениях и пути к победе. По распоряжению президента России Владимира Путина во всех субъектах России активно идет массовая вакцинация. На этой неделе полпред Юрий Чайко провел совещание, на котором обсудили, как идет этот процесс в Северокавказском федеральном округе. В Карачаево-Черкесии создано 13 пунктов вакцинации на базе всех медицинских организаций первичного звена. Сформированы мобильные бригады. Уже провакцинировано более тысячи человек. В первом квартале Карачаева-Черкесия получит свыше 15 тысяч доз вакцины. Далее эти объемы будут увеличиваться, сказал глава республики Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше до 5 февраля, исключая выходные дни. Соответствующие поправки внес Рашид Тимрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. Попав в организм, он находит в нем самые уязвимые места. Будет те заболевания, которые долго не давали о себе знать. Серьезную угрозу здоровью новый вирус представляет для людей в возрасте, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Опираясь на опыт лечения пациентов, врачи утверждают, что коронавирусная инфекция пагубно влияет на различные системы организма, поражается дыхательная система и страдает сердечно-сосудистая система. В этом случае курс реабилитации просто необходим. Как он проходит, узнавала наш корреспондент Александра Коваленко в лечебно-реабилитационном центре. Высокая температура, кашель, потеря обоняния. Когда у Миры Охтовой появились все эти симптомы, то уже и результат КТ был неутешительным. 50% поражения легких. На лечение пневмонии в госпитале потребовалось 20 дней. Но когда болезнь отступила и казалось бы, что все позади, у женщины стало подниматься артериальное давление до критических цифр. Возникшая легочная проблема, усилившая нагрузку на сердце для женщины, обернулась гипертензией. Ведь коронавирус опасен тем, что он поражает мышцу сердца, вызывая различные патологии, такие как миокардит, нарушение сердечного ритма и не только. Сегодня с патологией сердечно-сосудистой системы в этом отделении лечение получает 38 пациентов, перенесших ковид в средней и тяжелой форме. По решению терапевта, Мира Охтова была направлена в реабилитационный центр. Сегодня все показатели крови, АД, УЗИ и других исследований в норме, рассказывает нам лечащий врач Любава Щеголева. А сама пациентка не перестает повторять слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь. Там девчата, вот честно, их тут рядом нету, но как они за нами бегали, ухаживали, это такой адский труд, никому не желаю туда попадать. Здесь девчата тоже все, что могут и не могут, все стараются для нас сделать. УЗИ, не УЗИ, все процедуры, все лекарства. Мы ничего не покупаем, все. И не столько, наверное, лекарства, сколько внимания самих девочек, врачей. Они зайдут, улыбаются, спрашивают, и нам уже на душе легче, и они у нас уже вылечили. Утренний обход реабилитационного отделения начинается с опроса пациентов, измерения сатурации, жалоб на самочувствие и корректировки лечения при необходимости. Здесь пациенты проходят все необходимое обследование. УЗИ плевральных полостей, это практически мы всем стараемся, которые перенесли ковид, чтобы посмотреть, что там, спаечный процесс, насколько выражен. Общие клинические анализы мы смотрим, это и кровь, и мочу, и анализ биохимии крови смотрим, когулограмму обязательно смотрим, потому что препараты, на которых они выписываются, они серьезно могут влиять на показатели крови. Опять-таки, насколько выражен воспалительный процесс, как он сохраняется еще в организме. И по показаниям мы смотрим, в большей части мы смотрим УЗИ сердца, по показаниям мы смотрим УЗИ почек, дальше, ну, ЭКГ это 100% обязательно в случаях. Мы делаем, а дальше все по показаниям. Надо, мы проверяем и щитовидную железу, надо, мы и с неврологами там консультируемся, там делаем сосуды головного мозга. Это все уже дальше индивидуально по показаниям. Сегодня Андрей Колпаков на стадии завершения курса реабилитации после перенесенного ковида. Дышать и разговаривать теперь можно без одышки. Делится с нами этой радостью пациент. Частные реабилитации нас поднимают еще лучше, то, когда разговаривать, разговаривали, аж одышка была. А сейчас проходишь 5000 метров по коридору туда-обратно, без одышки, без ничего, и давление вроде не сильно большое. И пульс до 110 доходит. Я думаю, это при нагрузке такое-то не сильно большое. Мы поинтересовались, а как можно попасть на реабилитационное лечение. Проблем сейчас с направлением нету. Тем более, что они сейчас отправляют пакет документов на электронную почту. То есть даже больным не надо никуда дополнительно там суетиться, ходить. Отправляют пакет документов на нашу электронную почту, их уже распределяют по диагнозам по нашим отделениям. И мы сообщаем по телефону, который там указан, мы сообщаем на когда дату госпитализации. Восстановление после перенесенного ковида длится от 3 до 4 месяцев. Поэтому необходимо строго выполнять все рекомендации врача и не пренебрегать дыхательной гимнастикой. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Заканчивается январь. И какая погода будет в последние январские выходные, расскажут нам синоптики. Субтитры подогнал «Симон» В Карачаево-Черкесии завершился конкурс «Талант года». В нем приняли участие около 300 человек. Они представили себя в разных жанрах. И вот жюри подвело итоги. Первое место и главный приз – 50 тысяч рублей. Поездка в Донбай на двоих получила Хсамира Хабичаева. И сегодня она у нас в гостях. Вместе с ней пришел и организатор конкурса Казбек Канаматов. Казбек, доброе утро. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Казбек, расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея создать данный конкурс, который, в принципе, вовлек в себя всю республику? Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. Для нас это имеет большое значение, так как наш конкурс социального направления. И мы планируем его проводить ежегодно. Есть огромное желание, чтобы про этот конкурс услышало много людей. И благодаря этому мы можем этим талантам помогать в дальнейшем реализовать свой потенциал. Начну с того, что у нас творческая мастерская по производству наружной рекламы. И мы в начале года планировали, какой бы такой интересный проект создать. И руководствовались с несколькими моментами. Во-первых, это должно быть социальное направление. Во-вторых, это должно быть очень интересно. В-третьих, у этого конкурса должно быть будущее. И, перебирая некоторые моменты, мы пришли к тому, что нет ничего интереснее работать с талантливыми людьми. И мы по этой причине решили, что условия конкурса должны быть минимальные. И мы свели все условия к минимуму. Мы этот конкурс разбили на районы. И единственное, что нужно было делать, это повернуть телефон на себя, снять свой талант в течение одной минуты и отправить его нам. Мы проводили в два этапа. Сначала по районам, а потом в суперфинал. В течение двух недель в каждом районе ввелся набор участников. А потом мы создавали компетентную комиссию, например. Один член жюри разбирается в вокале, другой в хореографии, другой в актерском мастерстве. Чтобы мы могли из всех участников выбрать девять наиболее талантливых. А потом в течение одной недели на нашей рабочей странице проходило голосование в комментариях. Из этого конкурса мы выявляли троих наилучших. Точнее не мы, а вот именно народ выбирал троих наилучших. Тот человек, который получал первое место, проходил суперфинал. А суперфинал у нас буквально прошел на прошлой неделе. В суперфинале у нас были практически разной возрастной категории. Могу сказать про финалистов. Это художница Эльмира Текеева-Сметногорска, Каитов Альбек. И наша победительница Хабичаева Самира со станицей Зеленчукской с прекрасным вокалом. Самира, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в данный конкурс и понравилось ли тебе участвовать в нем? Мне об этом конкурсе сказала мама. Сначала я пела военную песню и выиграла первое место в Зеленчукском районе. Потом был финал. Мы с мамой поехали в Архыз, потом поднялись на канатки и там сняли песню «Наш Кавказ». Когда мне сказали, что я выиграла первое место, я очень обрадовалась и долго не могла в это поверить. Самира, спасибо огромное, что пришла к нам в гости. Мы тебе желаем огромных успехов и чтобы все твои желания сбывались. И спасибо огромное организатору данного конкурса. Ради жизни на земле соблюдайте ПДД. Под таким названием прошло профилактическое мероприятие с учащимися третьей общеобразовательной школы Усть-Джигуты, где представители ГИБДД по Усть-Джигутинскому району побеседовали о правилах дорожного движения на дорогах республики. Ребята продемонстрировали свои знания ПДД в различных конкурсах. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Дети чаще, чем взрослые, могут пострадать, если перейдут дорогу на красный сигнал светофора или же в неположенном месте. На мероприятии школьники продемонстрировали свои знания ПДД, а также очень активно принимали участие в различных конкурсах. В игровой форме ребята быстрее запоминают правила дорожного движения и, что самое важное, применяют их в жизни. Самоотряде учат соблюдать дорожные знаки, чтобы мы хорошо переходили светофор, чтобы не было опасностей и так далее. Должны знать, чтобы переходить дорогу, знать все знаки, чтобы переходить дорогу. В ходе мероприятия дети решали различные задачи и узнавали значение дорожных знаков. Помимо этого, школьники представили музыкальные номера и приняли участие в небольшой сценке. Педагоги отмечают, что в вопросах безопасности ребенка нет мелочей, поэтому очень даже необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками УГИБДД, чтобы наши дети были защищены от ДТП. Конкретно на таких примерах, на таких знаках, конкретно на таком живом светофоре, как мы его обычно говорим, наши дети учатся правилам дорожного движения. Хочу сказать о том, что любое мероприятие, которое необходимо освещать, которое необходимо проводить, Мурат Мухтарович всегда с нами, всегда с нами на связи, рассказывает, помогает, убеждает, говорит. Естественно, конечно, то, что сегодня дети показали, результат совместного труда Мурата Мухтаровича и наших учителей. В завершении мероприятия госинспектор УГИБДД по Узжигутинскому району Мурат Узденов раздал светоотражающие стикеры и буклеты с важной информацией по соблюдению правил дорожного движения. В свою очередь он подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий, дабы снизить уровень детского травматизма на дорогах республики. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигута. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Мой дед, кубанский казак Михаил Иванович Еремеев, был... Моего прадедушку звали Алимурат Узденов. Моя прабабушка славилась в родном ауле, как искусная швея. На Кавказе в каждой фамилии есть почтенные старики. Они всегда готовы рассказать о своих предках, людях, прославивших род. А в домашних архивах, старых альбомах и бабушкиных сундуках наверняка еще хранятся фотографии, документы и семейные реликвии. На основе этих воспоминаний и документов мы вместе с вами создадим документальный фильм, который станет частью исторического наследия вашего рода. Обращайтесь, мы всегда вам рады. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами, значит, вы присутствуете в жизни. Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру Редактор субтитров А.Семкин